Итак, дорогие друзья, продолжаем наш тренинг по мануальному терапию и мануальному массажу. Мануал в переводе с древнегреческого это рука, то есть это вся оправка человека через воздействие руками. Руками мы воздействуем и достаточно мягко, когда мышцы разминали, и достаточно жестко, когда у нас слышали сатрасты, кости хрустели. И можно воздействовать руками бесконтактно, энергетически, энергетическим полем человека. У человека есть несколько тел, но я не буду всех перечислять, тонкое, физическое, казуальное, энергетическое и так далее. Соответственно, нас интересует первая степень воздействия, на которую мы можем оказывать, это, прежде всего, физическое тело. То, что наша физика. Мы уже это там проходили, леточки, внутренние органы. Вторая степень воздействия, это воздействие на нашу энергетическую, энергетику человека. Дело в том, что мы проводим даже энергетический ток, и в принципе у нас где-то лет 20 назад ученые открыли энергетические каналы с некоторыми узлами, которые говорят все эзотерики, но ученые сообщества к этому только-только начинают подходить. Они связаны, оказывается, вот эти вот узлы, попадают как раз в те самые чакры, про которые нам, ну, если кто-то приближенно знает, да, нам про них говорят. Ну, чакры, чакры их основных семь, вот одна в паху находится, одна находится под, ниже кубка на 4 сантиметра, вторая, третья в солнечном сплетении, четвертая в районе сердца, пятая в районе ямки, шестая, получается, как третий глаз между глазами, да, и седьмая, где-то сантиметров на 7-10 над головой. Это получается 7 основных чакр. На самом деле их гораздо больше. Есть еще одно тело, ну, то есть энергетическое тело, вот я не договорил, оно практически максимум до 50 сантиметров у тех, кто его развивает. То есть можно его измерить где-то вот на таком вот расстоянии. А труп у нас отходит, обычно даже фотографии это показывают, около, ну, у обычного человека 3-5 сантиметров. Вот такое вот излучение, лучики идут, да. Самое сильное это от кончиков пальцев идет излучение и с центра ладони. Когда мы воздействуем на человека, мы волей-неволей подключаем это излучение. Есть такие технологии типа рейки, космоэнергетика, они вот занимаются этим конкретно. Ну, у нас это происходит как бы вот во время массажа немножко непроизвольно. Но в той или иной степени его энергетика влияет на нас, массируемого на массажиста и массажиста на массируемого. С другой стороны мы еще имеем такой некоторый кокон. Это наша первая аура. По сути третья тела получается чуть-чуть менее плотно. Биополь? Нет, биополь это вот это, как я слышал, это излучение. Это вот это биополь. Эта аура, она еще больше, примерно радиусом метр. То есть вот от центра человека примерно метр. Вот такой получается кокон, и вот там под ноги уходит ниже. Ну, сейчас пытаюсь его изобразить. Примерно вот такого вот диаметра. Ну, диаметр радиуса будет. Она тоже может изменять свою плотность. Ее тоже измеряют. У нее есть разные свечения. Есть такие приборы, мы, может быть, видели уже, сейчас популярно, сталкивались, когда цвет аура измеряют, ее насыщенность. В 3D-проекции рисуют, где она бывает, иногда бывает откусана. Какого-то там вот, например, куска у него просто не хватает. И со стороны ног, да, например, страдают ноги. Мою ауру проверяли, я мобильный телефон держу все время возле левого уха. У нее была прямо вот такая воронка от левого уха. Как бы вот что-то уходило во внешний слой. К ней же могут присасываться всевозможные энергетические сущности. То есть у ауры могут быть какие-то вот, где-то там кто-то есть. Это я даже вижу руками, ну, там, лярвы, инкубы, там, вот много названий этих сущностей, не будем вдаваться в эти подробности. От них тоже можно избавить, но они присасываются до такой степени, что влияет на наше физическое тело. И, соответственно, нашим телам физическим мы тоже можем влиять и на них. То есть они как паразиты, они подкармливаются от нас. Вот по поводу того, почему я забываю мануальной терапии, потому что вот в народе, ну, в общепринятой международной практике мануальная терапия является одним факультативным предметом из остеопатии. Остеопатия как бы считается такое общее понятие воздействия с помощью кинезиотерапии, там, крайнеосакральная терапия. Ну, там много разных методов, и от мягких до очень жестких. И вот это вот название, остеопатия, из древнегреческого языка, остео – это кость, да, кость, кость, а апатия – это патология или там болезнь, да. Соответственно, сама наука, получается, изучает болезни костей, ну, грубо говоря, да, переводить. Я сейчас, как бы, немножко вот эту вот систему перевожу на другой уровень, когда мы развиваем новую науку. Ось Тео-терапия. Ну, соответственно, если идти с конца, апатия, болезнь заменяется на терапию. То есть мы занимаемся не болезнями, а занимаемся лечением все-таки, да. Во-вторых, ось – это ось, ну, иногда с буквой Т – ось. Ой, да, ось Тео. А Тео, с древнегреческого – это Бог. То есть божественная ось и лечебный процесс, то есть лечение через некоторую божественную ось. Так вот, что это имеется в виду? Это имеется в виду как раз вот то, на что насажен наш организм, наше тело. По сути, вот все эти чакры, они находятся вдоль оси позвоночника, да. То есть мы перейдем с воздействием на ось позвоночника. От позвоночника, естественно, ведут все нервные окончания, во все внутренние органы, во все конечности, да. Вот этот центр уходит до самых краев, везде. То есть воздействием на, вот с помощью вот этих чаш тибетских, звуковой терапии, да, даже вот на нервное окончание. Плюс к этому там триггерные точки, ну и так далее. То есть всеми способами, какие только возможны, оно полностью воздействием на физическое тело человека и на его энергетическое. Вот эти чакры, их на самом деле гораздо больше, их там 100-200, даже там тяжело подчеркать. Дело в том, что они, человек в них ими встраивается в некоторую матрицу, таким образом, что он воздействует и на окружающую среду. Ну, их очень много. Так, схематично просто покажу, да. В теле человека их тоже много, они практически на каждом сочленении, на каждом суставе есть. Как минимум, самый основных получается все-таки не семь, а девять. Есть еще плечевые чакры. И таким образом, вот эта вот семерка и плюс восемь-девять чакр, они формируют некоторый крест, собственно говоря, который в некоторых религиях выдается за религиозный некоторый атрибут, начиная с древней Индии, древней славянской, славяно-арийской религии, древней египетской религии. Это еще тогда, тогда, за много тысяч лет до появления христианства. То есть, не христианство придумало крест, это было всегда. Ну и, собственно говоря, сам человек тоже формирует собой, своим телом некоторые перекрестия. Так вот, воздействовать мы можем своим биополем, о котором я говорю, самое мощное идет из центра ладони и из кончиков пальцев, на биополе тела человека через вот эти чакры. Если видели индийские всякие мудрые, мудрые, знаете, что такое? Ну, это вот они, когда впадают в состояние медитативное, да, или трансовое, они замыкают определенные каналы. По два, по три, да. И таким образом они оказывают некоторый лечебный эффект с конкретным предназначением. Там этих мудрых много, больше тридцати, там они и так закручиваются, и так там очень сложные, есть формулированные, да, вот эти вот колдовские вещи. Современные люди, как правило, от этого далеки. Но если мы посмотрим древние иконы, даже христианские, там видно, что Иисус Христос и многие мудрецы стоят, нет, вот этот и рогат указывается. Вот, вот так вот. То есть, два канала закрыты, а вот эти два канала открыты. Собственно говоря, раньше крестились вот так вот, двумя пальцами. Сейчас в православии крестятся тремя пальцами. То есть, замыкают эти и вот эти, то есть, все закрыли каналы энергетические. У католиков они крестятся открытой ладонью, целиком ладонью. Ну, везде вот есть такие вот аспекты, так скажем, ритуальные. Они по-своему, каждый по-своему объясняют. Ну, в православии говорят, что это вот три единства Бога. На самом деле, если брать исконные некоторые вот энергетические знания, да, то, по сути, закрытыми каналами мы себя не запускаем вот эти чакры. Мы их только можем открытыми запускать. То есть, надо ладонью, либо вот я делаю тремя пальцами. Три единства у меня вот остается, я только вот замыкаю мизинец. И когда вот мы крестимся, мы волей-неволей задеваем, получается, вот этот канал, вот этот канал, второй, да, чуть ниже губка, вот эти вот каналы плечевые и сердечных. Раз, два, три, четыре, пять, получается. Короче, я открыл способ, как, что такое увидеть жар-птицу. Дело в том, что когда вот таким способом я запускаю свои каналы, да, вроде как бы похоже на обычное крещение, да, но, по сути, я делаю его немножко по-другому. Я делаю спиралеобразно. Если помните древнеегипетский... Древнеегипетский вот крест, анг, назывался, да, тут песенка, или вот такой перекрест. То есть, по сути, я тут восьмерку бесконечную, вот так, 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 во всей мы ей идем, да. Двойной знак бесконечности перекрещен. И когда я накладываю на себя вот ладонь, да, с закрытыми глазами вот это все быстро запускаю, кстати, нет смысла совершенной креститься именно три раза. То есть, это неограниченное количество, пока вы формируете мысль, она должна, чтобы дать себя результаты, слиться воедино с желанием вашего сердца. Вот когда они не в порознь идут, да, а когда они вместе, то есть разум и духовность, ваши некоторые совместные, то тогда быстрее доходят до результата. То есть, надо, пока вы ее формируете в себе, зреет, да, вот эту вот божественную инфраструктуру вашу, вы запускаете в этот момент вот этот вот механизм. То есть, крещение, креститься вот таким способом можно, тут, до бесконечности, не важно, какое количество раз. И когда я это делал с закрытыми глазами, я вдруг понял, я увидел, что вот от руки идут вот эти вот сполохи энергетические, от биополя, да, и получается перед глазами, как бы вот я вот нарисовал крылья, голову птицы и длинный хвост. Получается, жар птицы, я вижу перед собой вот в таком положении, понимаете? Вот. Но весь сейчас у нас пойдет именно о том, как мы воздействуем на тело человека. То есть, получается вот, есть... есть, условно говоря, человек, да, через него проходит вот эта ось, она бесконечная, на которую нанизан позвоночник, нанизан физическое тело, нанизаны чакры вот эти вот энергетические, да, на него нанизаны вот эта вот третья оболочка, первая аура, вторая аура, ну, вторая аура примерно метров 20 диаметра, третья аура, она считается родовой, то есть, когда мы, родные люди встречаются, такое приятное, такое комфортное ощущение, это вот за счет того, что мы попадаем внутрь вот этой ауры, мы как бы друг друга обволакиваем. там четвертая, пятая, седьмая, ну, седьмая аура вообще, она очень-очень тонкая сфера, мы должны будем ее рассматривать из очень тонкой материи, практически окутывающей весь наш земной шар. И вот у земного шара есть энергетические поля, они сравнимы с электромагнитными полями, то есть, вот есть вот наша земля, да, электромагнитные поля, они исходят из одного поляса и в другой заходят. Формирую таким образом огромную, в раз 150-300 раз больше, форму больше нашего земного шара, да, и человек вот этими своими матрицами, он тоже вписывается в поляризацию вот этого земного шара. Соответственно, у земного шара тоже есть ось. Мы, если случайно или с помощью какого-то воздействия механического, резко сменятся полюса, быстро поменяются мгновенно все магнитные тоже направления, и для человека это будет очень губительно. Вплоть до того, что сойдет с ума все однозначно, одномоментно, да, либо просто погибнут, ну, не знаю, какая-то мировая катастрофа будет. Так вот, мы запускаем, вот почему ось терапатии, то есть, да, мы расширяем движение человека по жизни с помощью техник массажных, мануальных и энергетических всевозможных, и ударно-вибрационных до той степени, что он начинает сращиваться вот с этой осью своей родной. В нем открываются каналы, с помощью которого он быстрее доходит до результата своего жизненного. И поэтому во время массажа, ну, вернее, после массажа, мне многие пациенты потом отзывы дают, что вот действительно у меня на работе пошли лучше дела. Я там кто-то, женщина, я мужа нашла буквально через месяц после вот этой практики. Ну, у кого что, у кого какая задача есть личностная, да, он ее решает с помощью вот такой практики. У меня даже есть такая техника, называется массаж судьбы. То есть масса, личностное желание человека, оно быстрее реализуется из-за того, что у него вот эти космические каналы, ну, для кого как, божественные, там, метафизические, космические, из макрокосмоса, ну, в разных... Я внести в термин, в термине не вдаюсь. На востоке по одному называют энергетику, там, ки, ка, ци. На западе по третьему, религии там, каждый по-своему. В общем, просто считается, что вот он есть, да. И мы сейчас будем с помощью рук настраивать вот эти вот чакры и первую ауру человека. Кстати, чтобы его настраивать, вот я тут нарисовал некоторый тор, бублик, да, похоже, да? Или, или нет, ну, там, сушка, да? Если тор соединиться, то есть, когда у него сближает внутренний радиус стремится к нулю, то получается форма яблока. И вот эта форма яблока, она как раз похожа на вот то, что вокруг земного шара вот наши энергетические ка-нулицы. То есть они вокруг нас, вот, вот, ауру, она тоже вот так вот замыкается. И когда мы пропускаем, ну, там, многократно, да, вот, это вот разрез получается, вот это яблоко. Когда мы пропускаем свою энергетику через человека, мы как раз тоже с воздействием этим каналом. То есть мы, получается, сами являемся некоторым проводником, помогаем нашему подопечному, пациенту, да, это быстрее запустить, если он сам не справляется. Мы как некоторый катализатор вот этой божественной энергии, божественного поля. Ну, я стараюсь на то, что это поле на самом деле единое, оно сродни электромагнитному полю. То есть оно, по сути, одно, и гравитационное поле тоже туда включается. Не будем останавливаться проводящими микро-частицами, за счет чего оно, да, развивается. Это значит, не касается. Главное, что это работает. Мы можем не знать, как включается свет, и как работает электричество, да, но мы можем подойти и нажать кнопку. И вот сейчас мы будем нажимать вот эти вот кнопки на теле человека. Да. Это все мы отрабатываем, естественно, на практике. А если вы нас смотрите только по видео, вы очень много теряете. Лучше приходите на тренинги Олега Лафагудвина и получайте все воочию. С пылу с жару. Прямо.